История об искренней русско-американской дружбе и взаимопомощи назвал эпизод 30-летней давности ведущий Дмитрий Шакин. Осенью 1988 года жители самого северного населенного пункта на Аляске, поселка Бэроу, обнаружили неподалеку от берега трех серых калифорнийских китов, попавших в ледовую ловушку. И эта новость тут же облетела весь мир. Все взрослое население Бэроу при помощи бензопил пытались вызволить китов из ледового плена, однако тщетно. В 1988 году отношения между СССР и США заметно потеплели, и когда Государственный департамент США попросил помощи у нашей страны, выяснилось, что в Арктике находятся суда дальневосточного морского пароходства ледокол «Адмирал Макаров» и дизель-электроход «Владимир Арсеньев», капитаны которых получили приказ следовать к берегам Аляски. Ледокол «Адмирал Макаров» проломил торос длиной 365 и высотой 9 метров. Дизель-электроход «Владимир Арсеньев» очистил от ледяного лома проход, чтобы киты могли выйти на чистую воду. Китам удалось покинуть ледяную западню, а затем вертолетная разведка сообщила о том, что киты вышли в открытое море. Об этой истории, о спасенных китах, о русско-американской дружбе потом еще очень долго говорили в разных концах земли. А скульптор из Миннесоты Джерри Фейбер по заказу американского предпринимателя Тимоти Даггена вырезал из старого трехсотлетнего вяза, найденного на территории резервации индейцев Чепяда, культуру трех китов и подарил ее нашему городу. Два с половиной месяца ушли на создание памятника. Три сросшихся могучие ветки вяза подсказали скульптору творческое решение. Три устремившихся вверх кита будто специально вынырнули из воды, чтобы отблагодарить своих спасителей. Фейбер как-то признался, что это его лучшая работа в жизни. Кстати, звучал вопрос, почему китов все-таки трое, ведь один из них погиб. Знаете, я немного сентиментален, люблю хэппи-энды. Конечно, один кит погиб, но пусть уже их будет трое, ведь если бы ваши парни участвовали с самого начала, третий кит наверняка остался бы жив. 2 июля 1989 года, в день рождения Владивостока, памятник был торжественно открыт неподалеку от Дворца культуры моряков, ныне это Феско-Холл. И до сих пор этот памятник, созданный в честь спасения судами ДВМП китов, застрявших во льдах на Аляске, служит отличным напоминанием тому, что отношения между Россией и США могут и должны быть лучше. Олег Завьялов, Сергей Тулатиев, Новости на восьмом.